В эфире программа Револьвер, Финам ФМ 99,6, телефон в студии 651099,6. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. А разговор у нас сегодня с моими гостями, ведущей в студии Широков Андрей, представитель комитета ТПП в сфере жилищного и коммунального хозяйства, и гости, которые приглашены в студию на обсуждение темы капитальный ремонт многоквартирных домов, что нас ждет с 1 января 2014 года, Шилина Марина Николаевна, руководитель дирекции по проблемам ЖКХ, аналитического центра при правительстве Российской Федерации, и Гордеев Дмитрий Павлович, старший юрисконсульт фонда Института экономики города. Тема капитальный ремонт, это тема, которая, ну скажем так, была в центре внимания в 2012 году, когда обсуждался жилищный кодекс Российской Федерации, чтобы внести в него новую схему проведения капитального ремонта в нашей стране многоквартирных домов, как денежку собирать, каким образом эту денежку тратить для того, чтобы наши дома не разваливались, а для того, чтобы наши дома все-таки приводились в порядок. Имеется в виду, в первую очередь, общее имущество многоквартирного дома. И у меня первый вопрос, вот, к Дмитрию Гордееву, все-таки, какие изменения были внесены в жилищное законодательство в 2012 году, и что нас ждет с вами с 1 января 2014 года, потому что все поправки, которые вводились в декабре 2012 года, они как бы стартуют, и в течение года публичная власть должна была к ним подготовиться, для того, чтобы заработали нормы жилищного законодательства по капитальному ремонту жилого фонда. А я так понимаю, что аж целых 4 главы жилищного законодательства сегодня посвящены капитальному ремонту жилого фонда. Так давайте определим, что поднимается под капитальным ремонтом, и как это сегодня отражено в жилищном законодательстве. Ну, во-первых, позволю себе съязвить, как всегда, наверное, органы власти не подготовились. А самое главное, что было принято в 2012 году, это была установлена обязанность для собственников помещения во всех многоквартирных домах, в обязательном порядке вносить взносы на капитальный ремонт. Исключение составляют только дома, которые уже на момент принятия региональных программ приняты аварийными подлежащими сносу, то есть оставалось, собственно говоря, какое-то короткое время, может быть, полгода, не больше, чем год. В общем, дом должен исчезнуть и должен появиться на его месте новый. Или новый, или пустырь, там будет неважно. Но куда-то люди должны переехать в новое помещение. Да, люди должны получить деньги и переехать туда, куда они хотят. А еще одна группа исключений, это, значит, касается домов, которые уже изымаются для государственных или муниципальных нужд, уже приняты эти решения. Ну, например, там будут строить какую-то развязку, стакаду и так далее, так далее, так далее. Все остальные дома, которые приняты в эксплуатацию, новые дома, средние дома и так далее, должны быть охвачены региональной программой. И на период принятия этой программы все эти дома распределяются или один раз, например, на комплексный ремонт, но это, мне кажется, будет достаточно редко, или несколько раз разбивается один дом, так сказать, на виды каких-то выборочных ремонтов, и все дома указываются таким образом в программе несколько раз. Давайте, наверное, сначала начнем все-таки, Дмитрий. У нас сначала надо собрать средства, да? Вот до 2014 года, каким образом капитальный ремонт в домах проводился? Откуда брались средства, чтобы проводить капитальный ремонт? А потом будем потихонечку подходить к 2014 году, к новым нормам. Надо сказать, что концепция проведения капитального ремонта, вот до принятия поправок в жилищный кодекс в виде 9 раздела, она исходила из того, что собственники помещения разумные и добросовестные, и когда подходит срок, они примут решение о проведении капитального ремонта. Каким-то образом специально регулировать, что надо вносить плату, накапливать, там и так далее, законодатель решения такого не принимал. Он просто указал в жилищном кодексе о том, что вопрос принятия решения о проведении капитального ремонта относится к ведению общего собрания, что этот вопрос должен быть проголосован двумя-третьями голосов от всех собственников помещений, то есть от 100%, грубо говоря, 67% собственников должны проголосовать за. И не навязывал ни вопросы, которые должны рассматривать такое собрание, ни перечень работ. И надо сказать, что, к сожалению, в общем-то, собственники достаточно редко принимали решения о проведении капитального ремонта. Жилищный кодекс был принят в 2004 году. Да, декабрь 2004, с 1 марта 2005 он начал работать. А с 2008 года начала действовать государственная корпорация Фонд содействия реформирования ЖКХ. Нацеленная на? Вот, нацеленная на реформирование капитального ремонта, но на самом деле она нацелена была на распределение средств. И там как раз деньги Ходорковского были, если мне память не изменяет. Да, 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 там были деньги ЮКУСа, как раз совершенно, кстати, упоминаю Ходорковского. Так, кажется, да, в тему получается. Сегодня 240 миллиардов как раз были положены в основу фонда реформирования ЖКХ. Вот я вначале оговорился о реформировании капитального ремонта. Фонда реформирования ЖКХ. Но первое название, если я правильно помню, был закон о капитальном ремонте. Потом решили подвесить некую конфетку для того, чтобы реформировать систему управления многоквартирными домами. И как бы через это давать деньги на капитальный ремонт многоквартирных домов. По-моему, так было. Именно так. То есть стали давать деньги за достижение определенных условий. Допустим, ТСЖ. Создание определенного количества ТСЖ. Их было создано достаточно много мертворожденных ТСЖ. Как потом оказалось. Создание управляющих организаций, которые действуют независимо от органов местного самоправления. Чтобы они были... Свой капитан имели частный, преобладающий в массе своей... Предприятие коммунальной инфраструктуры. Перевод из одной организационно-правовой формы в другую. То есть некая действительно морковка, некий приз за выполнение регионами и муниципалитетами, которые участвовали в этом законе, определенных условий, которые свидетельствовали именно о реформировании. А деньги давались вот в виде премии. Но на самом деле, у меня такое впечатление, что в достаточно большом количестве случаев Фонд содействия и реформирования ЖКХ закрывал глаза на многие нарушения при реализации этих условий. И фактически просто распределял деньги. И мнение вот этого закона о реформировании ЖКХ, который, скажем так, закрывал или открывал тему финансирования государственного капитального ремонта жилого фонда, он еще включался в финансирование со стороны губерний и со стороны самого собственника. То есть собственник уже включался в финансирование. То есть первый вот этот вот позыв, что собственник платит за капитальный ремонт своего жилья, общего имущества своего дома, уже был заложен в 185 законе. Да, и эта доля была настолько громадна, и люди так возмущались, что их заставляют их платить, эти несчастные 5%. Хотя это большие деньги, в принципе, но по сравнению со 100%, 5% это сумма очень маленькая. Когда в 2007 году в Эстонии мы рассказали о том, что в Российской Федерации из трех бюджетов, федеральный, региональный, муниципальный, финансируется около 95%, может быть, в отдельном случае 90%, а 5-10% финансируют собственники, нас несколько раз переспросили, а потом сказали, что такое правительство, такое государство, надо бы вообще носить на руках, потому что это просто счастье. Во всем мире помощь оказывается, ну, где-то максимум, может быть, 20%. Давайте я вам еще один вопрос задам, а потом мы перейдем уже к Марии, будем беседовать, да, я ей задам несколько вопросов в развитии того, что мы говорили. Но, Дмитрий, у нас получается, что Гражданский кодекс и Жилищный кодекс, он закрепил бремя содержания своего имущества за собственником, да? Но вместе с тем была 16-я статья закона о приватизации, которая собственника бывшего, да, перед приватизацией жилья, он как бы обещал отремонтировать общее имущество многоквартирного дома и передать его новому собственнику в надлежащем состоянии. Здесь есть очень большая нечеткость законодателя, который действительно принимал этот закон. Во-первых, возлагалась обязанность на бывшего наимодателя. В то время существовали наимодатели в виде или Российской Федерации, или муниципальных районов. То есть не было второго уровня муниципалитета в виде поселения в составе районов. Потом, значит, произошла реформа местного самоправления, и все вопросы жилищные перешли к поселениям в составе районов, которые, ну, практически повсеместно, можно сказать, что в 95% случаев точно не имели достаточных бюджетных средств, чтобы эту функцию выполнять. А второе, возникал вопрос, а что такое дом на момент приватизации нуждается в капитальном ремонте? Приватизация какой квартиры? Первой, второй, десятой, сотой? Потому что приватизация процесса достаточно длительный. Это уже хитрости прочтения, скажем так, норм жилищного законодательства, которое было посвящено приватизации жилья. Вместе с тем, по-моему, российский обыватель в первую очередь понимает, что дом, в котором он приватизировал жилье, общее имущество должно быть в надлежащем состоянии отремонтировано. Если оно прошло срок 25 лет, по электроэнергии там поменьше немножко, я имею в виду по проводке в доме лифт, там 25 лет, там лестничная площадка, дворик, так далее, так далее, так далее. Но давайте пойдем дальше. Новое законодательство, которое вступает, оно включает новую схему прохождения денег. Правильно, Марина Николаевна? Да, абсолютно верно. Какую уже? Давайте поговорим о новой схеме, которая должна включиться с 1 января. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начнем с этого. И действительно, я вот слушаюсь уже экспертов, абсолютно верно вы все говорите, но я предложила бы рассмотреть еще один аспект внесенных изменений в жилищный кодекс. Это введенные две формы накопления средств на капитальный ремонт. Вот мы об этом и должны поговорить с вами сейчас. Да, это вариант номер один. Это специальный счет многоквартирного дома, когда сами жители накапливают средства на свой многоквартирный дом и расходуют их по своему усмотрению, по решению общего собрания. То есть решения они должны принять на общем собрании? Я сейчас расскажу, да, сейчас расскажу об этом. И вторая форма... Или в терминологии такой профессиональной, это общее котел, когда жители платят средства в созданный в регионе фонд капитального ремонта, средства там аккумулируются, и независимо от того, сколько накопил конкретный дом, эти средства расходуются в соответствии с принятой региональной программой. То есть если мой дом попал через 15 лет в региональную программу, я 15 лет буду честно платить, и, возможно, через 15 лет меня отремонтируют. А теми средствами, которыми заплатила сейчас, будут ремонтировать те дома, которые вот в ближайшие годы в региональной программе. Изначально... Получается как бы касса взаимопомощи. Да, очень хороший термин на самом деле. По факту, собственно, планом А, исходя из буквальной трактовки жилищного кодекса, является именно специальный счет, потому что он призван подтолкнуть собственников к принятию такого осознанного, взвешенного решения по содержанию общего имущественного квартирного дома, по недопущению ухудшения его состояния и стимулированию собственника на такое осознанное управление жильем. Но в жилищном кодексе заложены очень сложные условия принятия решений по выбору формы накопления средств на капитальный ремонт. Это всего два месяца. Вот в действующей редакции отведено принятие решений, два месяца с момента принятия региональной программы. Но, насколько нам всем известно, сейчас уже вносятся поправки в жилищный кодекс в этой части, срок будет продлен, что, в общем-то, очень правильно. И второй нюанс, что собственники не привыкли принимать решения на общем собрании. Они не умеют это делать и по текущему содержанию, и по каким-то вопросам, связанным с эксплуатацией общего имущества. Поэтому для того, чтобы принять такой сложный пакет, мало того, что нужно выбрать форму накопления, то есть принять решение, что спецсчет или рекоператор, нужно еще и реализовать это решение, то есть выбрать банк, в котором будет открыт счет, оформить все договорные отношения с этим банком, определить форму и размер отчислений на этот специальный счет. Принять решение, подготовить соответствующие бумаги, выбрать банк, открыть этот счет. Уведомить всех. Уведомить, да, и понимать, как в платежный документ еще будет попадать соответствующая циферка. Очень верно, да. И эту циферку где тоже надо принять? Сколько стоит с одного квадратного метра общего имущества? Кто в данном случае принимает это решение? Здесь немножко проще, потому что собственники могут взять ту циферку, которую установили для них органы власти местные, ну, точнее, органы власти субъекта. В регионе. Да, в регионе. Использовать эту циферку. Но мы понимаем, что по факту у нас органы власти субъектов устанавливают, вот сейчас идет процесс формирования этой стоимости с квадратного метра. Мы понимаем, что в некоторых регионах она даже половину от экономически обоснованной цены капитального ремонта не составляет. В связи с этим, поскольку в регионе заведомо закладывается такая система, когда необходимого объема средств на проведение капитального ремонта собираться не будет, заведомо эта система формируется. Мы понимаем, что органы власти будут два выхода. Либо уменьшать, то есть раздвигать во времени программу региональную, либо уменьшать количество работ, которые будут проводиться по каждому дому, либо переходить к тем самым выборочным капитальным ремонтам. Не комплексным, а выборочным. Хорошо, давайте послушаем Сергея, который нам звонит, а потом Митпалычу перейдем. Сергей, мы вас слушаем, спасибо, что подождали, потому что просто невозможно разговор прервать. Я вижу ваш звонок давно уже. Понимаю. Алло. Да-да, Сергей, слушаем. Вот хочу привести пример. Я живу в отдельном частном доме. Если у меня течет крыша, мне никто ее не отремонтирует. Мне придется ее ремонтировать за свой счет. Правильно, это ваш частый дом, ваша собственность. Когда накрывается водопровод, я его также ремонтирую за свой счет. Мне приходится самому решать, кого-то нанять, самому сделать или как-то еще. То есть мне вообще вот это немножко непонятно. Если жилье приватизированное является собственностью, то владельцы данного жилья должны сами решать эти проблемы. И как вот вы правильно сказали, вот 5% когда там в той же Прибалтике, Прибалтика может в целом... Да нет, и в России 5% по 185 закону надо было подкидывать на капитальный лимон. Когда вы это сказали про Прибалтику. То есть Прибалтика в целом пример, конечно, не очень хороший, но показательный. То есть какая-то странная, непонятная форма халявы. Но даже при текущей ситуации, значит, надо вести разъяснительную работу. Пусть люди должны сами организоваться. Но нравится им с текущей крышей жить, ну пускай живут. Спасибо вам за такой вопрос, потому что мне довольно непонятно, почему на сегодняшний день, Мария, и у нас очень слабая реклама, наверное, со стороны федеральных уровней и региональных уровней этой вот темы. За чей счет проводить капитальный ремонт? Как надо объединяться с собственником? Как надо принимать решения? И вообще какую копеечку платить и какие пользоваться? У нас разъяснительной работы не просто нету, она в таком зачаточном состоянии. И проблема даже не в этом. Та информационная работа, которая ведется, она, вот по моим ощущениям, немножко не на то ориентирует собственников. Нам действительно нужно бы начать с того, что, уважаемые собственники, вы хозяева своего жилья. Вы содержите не только свою квартиру, но и общее имущество. Поэтому вам нужно принимать решение о том, каким будет ваш двор, подъезд, крыша, стены в доме и подвал. Ну, сначала это должно быть сложено в единое какой-то объект недвижимости под названием Дом-Земля. У нас реклама, переходим с вами на рекламу, сделаем маленькую-маленькую паузу, а потом будем рассуждать на тему капитального ремонта дальше. 99,6, программа «Револьвер», телефон в студии 651099,6, в студии ведущий Андрей Широков с гостями Марией Шилиной и Дмитрием Гордеевым. Обсуждаем тему капитальный ремонт многоквартирных домов в России. Я понимаю так, Дмитрий Павлович, что к 1 января региональные органы власти должны были принять законодательство по капитальному ремонту жилого фонда у себя, утвердить хотя бы лет на 10 вперед программу капитального ремонта многоквартирных домов на своей территории. Хотя я знаю, что до 30 лет практически они хотят сегодня рассчитать. Сумасшедшая вообще длина времени на 30 лет вперед, пометить, что и как мы, и где мы будем ремонтировать, и главное, сколько это еще стоит. И утвердить, сколько стоит собираемость с одного квадратного метра общего имущества многоквартирных домов для собственников многоквартирных домов, в том числе и собственниками являются и муниципалитеты. Сколько денег они должны заложить в свои бюджеты, чтобы заплатить в региональный фонд или на конкретные счета, если собственники будут сами принимать решение открывать свои спецсчета по капитальному ремонту. Как же у нас готова сегодня Россия к 1 января? Ну, во-первых, есть очень своеобразное регулирование в отношении 1 января. Вот как это не дико для меня юриста звучит, жестко 1 января нигде директивно не установлено. Просто все понимают, что большинство субъектов, 99% субъектов, пока все, кроме Москвы, участвуют в 185 законе, в реализации 185 закона. И там в виде рекомендации, ведь 185 закон абсолютно факультативный от А до Я. Хотите получить морковку, выполните условия. Написано, что морковка дается тогда, когда будет принято к 1 января 2014 года действительно региональный закон о финансировании капитального ремонта, о принятии региональной программы, будет принята сама региональная программа к 1 января, будет установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт и так далее. То есть предположение такое, что все вот эту факультативную норму выполнят, куда же они денутся, если они хотят получить деньги на переселение из аварийного жилья, потому что сейчас по 185 закону львиная часть денег идет на переселение из аварийного жилья. Ну да, то есть если ты к 1 января не выполнил эту программу факультативную, то фонд не открывает тебе финансирование на переселение из аварийного жилья. А президент поставил к какому? К 17 году, значит, все аварийное жилье на 1 января 2012 года ликвидировать. Да, но причем... Такая задача, да? Да, стоит. Но темпы ликвидации даже аварийного жилья сейчас намного ниже, чем хотелось бы. Почему? Потому что с начала реализации 185 закона дают людям, которые переселяются из аварийных квартир в квартиры неаварийные, жилье, как правило, метр в метр. Даже больше иногда, потому что старые дома построены с такими характеристиками, что там просто невозможно сейчас их воспроизвести в новых домах. Но это фактически идет просто-напросто в разрез с 32 статьей жилищного кодекса, где говорит, ни слова не говорится, что дать надо жилье при переселении из аварийного жилья метр в метр, а говорится о том, что выкупается по рыночной стоимости квартира в аварийном доме. Понятно, что здесь ценой актива является только стоимость земли, и человек получает вот эту сумму и идет на все четыре стороны. И, в принципе, иначе поступить невозможно. Идет на рынок, приобретает жилье. Или он добавляет свои деньги, покупает жилье новое, покупает жилье на вторичном рынке, идет в имеющееся жилье его родственников, например. Или, вот у нас об этом, кстати говоря, никто даже не думает, или идет снимать наемное жилье. Такого у нас пока нету, мы в основном только об этом мечтаем, чтобы у нас появлялось арендное жилье. Да, но почему, не получив хоть какие-то деньги за аварийную квартиру, не снять квартиру в наем? Это тоже нормальное обеспечение жильем? Ну, может быть, да, но сегодня даже законодательство в Государственной Думе еще отложили на январь по некоммерческому найму, да, как бы перенесли. Поэтому тема арендного жилья у нас все дальше-дальше отодвигается. Алексей, первая линия, пожалуйста, мы вас слушаем, ваш вопрос. У меня есть вопрос, здравствуйте. Здравствуйте. У меня есть такой вопрос. Каждый месяц в жировках за квартиру, есть такая, как это называется, в общем, короче, берут деньги. 800 рублей фактически за ремонт и обслуживание жилой площади. Вот куда эти деньги уходят? Значит, вы на самом деле, Алексей, ежемесячно в едином платежном документе имеют строчку за содержание и техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома. Куда идут эти деньги? Куда, Дмитрий, идут эти деньги? Значит, сначала у нас в структуре платы за содержание и ремонт, значит, было составляющее за содержание. Понятно, что это такое. И за ремонт любой, и капитальный, и текущий. Вот с момента принятия девятого раздела разделили содержание и текущий ремонт, и отдельно взносы на капитальный ремонт. Если говорить о тех платежах, которые вносились раньше, то и до принятия девятого раздела строка именно капитальный ремонт могла появиться только после принятия решения общего собрания проведения капитального ремонта. Хотя это в достаточно большом количестве муниципалитетов нарушалось. Принимал муниципалитет решение о том, чтобы ввести плату за капремонт до еще принятия вот этих решений. А куда деньги шли, когда муниципалитет принимал такие решения? Как правило, в таких городах существовало старых добрых или недобрых времен службы единого заказчика, бывший МУП. Деньги поступали туда, там перераспределились с одних домов на другие, так как сейчас предполагается делать по девятому разделу. Только делалось без всякого регулирования и незаконно. Вот до сего дня... И практически никто не контролировал, как эти деньги тратились. А как кто будет контролировать, если муниципалитет самый первый нарушитель? Во всех городах Российской Федерации, где принято решение установить плату за капитальный ремонт, там, столько-то рублей, столько-то копеек, эти решения незаконны, потому что не было решения общего собрания. Иногда их оформляли решениями общего собрания. Типа как бы накопить у управляющей организации. С каких пор управляющая организация стала кредитная организация, где можно накопить? Ничего не заказав. Алексей, на второй линии, мы слушаем ваш вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотел бы выразить свое мнение. Я, правда, радио только что включил. Передыдущий слушатель выступал. Я хотел бы немножко обобщить и... Давайте, давайте, давайте. А то время для всех не хватит. И тема очень широкая. Да, да. Вот идет такое попознание, что там человек платит, народ, народ, народ. Вот предыдущий выступал человек и говорит, типа, дом... Да, согласен, должен свою крюшу отремонтировать. Но на каком основании, допустим, если я живу в квартире, я должен... Кто-то ремонтирует, об этом даже вообще задумывается. Говорит, вы должны объединяться. Мы уже объединились в государство, и государство за это беспокоится. Не важно, приехала в город Москва, там, в деревню какую-нибудь. То есть я приехал и работаю. Есть разные системы. Жек, которые должны об этом думать. Это называется так по-русски, это отделять котлет от мух. А машину вашу ремонтировать тоже мэр будет решать? Города, в какой станции... Или ботинки вам отремонтировать тоже мэр должен сделать? Что должен сделать? Ботинки, ботинки вам отремонтировать тоже мэр должен. Ботинки это мое, машина это моя. А квартира это чье? А квартира это муниципальная. Я приехал, я там живу, понимаете? У вас квартира приватизированная или она в собственности города или государство находится? Она государственная. Нет, если мы говорим... Если у вас договор найма, то вопросов нет. Вам и не нужно будет платить эти взносы. Тем самым отличается договор найма от собственности, потому что в данном случае собственность принадлежит муниципалитету, и муниципалитет сам платит за капитальный ремонт общего имущества на квартирного дома. Но, но, Алексей, уважаемый, сегодня в домах собственность публичной власти, так одним словом назовем, то есть муниципалитетов или государств, все меньше и меньше и меньше. Она сегодня на уровне 10% по стране. Есть многие дома, и этот процент уже ушел давно за 50% от всех многоквартирных домов в стране, где собственности публичной власти уже вообще нету. Все имущество в доме, все квартиры, все общее имущество в многоквартирном доме, если земля приватизирована и попала в общее имущество в том числе, все принадлежат собственникам этого многоквартирного дома. И следует, что собственники должны нести ответственность за содержание и капитальный ремонт своего многоквартирного дома. Абсолютно верно. Алексей, еще есть непонимание или что-то пояснить, или мы продолжаем дальше? Спасибо большое. И у нас сегодня получается, что точка отчета 1 января это точка отчета для субъектов Российской Федерации, для того, чтобы получать деньги для переселения из аварийных домов. Так получается, да, Дмитрий Павлович? Это точка принятия нормативки региональной. Да, к этому моменту должны быть приняты просто акты. Я думаю, что в 2014 году, последний год, когда будет осуществляться финансирование каперемонта за счет 185 закона, там идут уже очень небольшие деньги. Ну там идет уже большое ограничение по средствам, поэтому там все меньше. Там 100 миллионов на субъект Федерации, например, что это стоит, если комплексный ремонт пятиэтажки стоит там не меньше 10 миллионов рублей. А если размазать на выборочные, то получается там, ну пусть там 20 домов, пусть 30 домов. Это, конечно, очень мало. Вот. С 15-го года, я думаю, уже начнет работать финансирование за счет регионального оператора и вот со специальных счетов, в тех домах, в которых подойдут сроки капитального ремонта. То есть здесь надо, может быть, слушателям пояснить, что после того, как будет составлена региональная программа капитального ремонта, проводить капитальный ремонт выборочный или комплексный по каким-то видам конкретных работ можно будет только в строгом соответствии с региональной программой. Вот как запишут сегодня чиновники в 2013 году, например, там улица Ленина, дом 15, 2018 год, комплексный капитальный ремонт. Подошел этот срок, должен быть проведен комплексный капитальный ремонт. И собственники фактически, ну, в тупую должны просто продублировать вот это решение о проведении комплексного капитального ремонта. Здесь тонкий момент. Значит, момент вот какой. Передвинуть, сказать, нам не нужен ремонт в 2018 году, мы хотим сделать в 2020. Это можно только после того, как в рамках постановления правительства, которое пока еще на сегодняшний день не принято, я не знаю, будет ли оно принято. Может быть, Марина расскажет нам, я пока не видел проекта постановления, будет определена степень нуждаемости или ненуждаемости дома в капитальном ремонте. И если, например, принимается решение о том, что там крышу ремонтировать не надо в 2018 году, эту работу можно перенести на попозже. Вот только тогда можно будет перенести. И сделать это путем внесения в региональную программу соответствующих изменений. Провести капитальный ремонт раньше, в принципе, можно. Но когда подойдет год проведения капитального ремонта, например, АМЭД заменили, например, всю систему отопления, например, в доме несколько лет назад. Нам нужно будет доказать, что вот 2-3 года назад... Кому нам? Нам, коллективу собственников помещений. Надо будет доказать, что опять через сколько-то мало лет не надо менять систему отопления, потому что, извините, она просто висит в этой программе капремонта. То есть очень жесткая административная привязка к программе, которая сегодня верстается, ну, честно говоря, по системе 3П, которая нам всем известна. Палец в пол потолок. Регионы давно запросили управляющих организаций муниципалитетов данные о нуждаемости домов в ремонте. Эти данные объективно никто не может представить, потому что никогда не было каких-то серьезных обследований. И, в общем-то, просто-напросто размазывают дома, лишь бы хватило более-менее денег. Хоть как-то. Вот у меня к Марии вопрос. У нас есть 161-я статья ЖК РФ, которая определяет схемы управления многоквартирным домом. ТСЖ как управляющая организация, непосредственное управление и управление управляющей организацией. Какова роль управляющих организаций и ТСЖ как управляющих непосредственного управления многоквартирным домом при проведении капитального ремонта? При выборе схемы, при контроле, при принятии итогов капитального ремонта? Ну, к сожалению, у нас две формы из трех оказались сильно ущемлены в правах при принятии решения о форме накопления средств на капремонт и последующем расходовании этих денег. На сегодняшний день у нас в законе прямо предусмотрено, что держателем специального счета может быть только товарищ собственников жилья, причем ТСЖ, на один дом. То есть, если там два дома и больше, то такому ТСЖ уже сложно будет стать. Тут, точнее, просто невозможно держателем спецсчета. Есть выход из этой ситуации. В законе предусмотрено, что держателем спецсчета может являться региональный оператор. В этом случае он фактически будет просто открывать счет в банке и выполнять функции распорядителя по решению общего собрания. Но, к сожалению, на сегодняшний день процедура участия регионального оператора в работе со спецсчетами очень слабо урегулирована, если не сказать, что вообще не подлежало регулированию. Поэтому, если в доме создана управляющая компания, организация, прошу прощения, а мы понимаем, что управляющая организация... Если нанята собственниками управляющая организация для управления домом, то... То в этом случае мы понимаем, что это один из самых активных участников отношений в сфере ЖКХ. Управляющая организация. Управляющая организация. А законодательство, что сегодня сделало с управляющими организациями в области капитального ремонта, оно, по-моему, их в стране оставило. Лишило их возможности участвовать в этом процессе. То есть у нас получается, региональный оператор сам нанимает подрядчика, сам его выводит на дом в соответствии с программой, и далее проводится капитальный ремонт какого-то сектора многоквартирного дома. Или комплексный. Или комплексный, да. Ну, кстати, говорят, что-то о комплексном многое не говорят, все говорят о выборочном в основном ремонте, потому что и денег их надо размазать, да, и вытащить самое сложное, да. И что потом? Вот роль управляющей организации. Кто потом дом-то принимает? Ведь управляющая организация, в конечном счете, управляет домом, и, как в законе написано, содержит, эксплуатирует, нанимает другие подрядные организации для того, чтобы там было комфортно. Сейчас идет речь о том, что необходимо управляющую организацию обязательно включать в комиссию по приемке работ, проведенных в многоквартирном доме. Но здесь есть еще один нюанс. То есть нас опять ждут поправки в жилищное законодательство? Ну, с высокой долей вероятности, да. Чтобы забытую управляющую организацию добавить, да? Дмитрий, да, вы хотите что-то добавить? А потом мы Павла послушаем, который на первой линии у нас. Очень серьезная поправка к тому, что сказала Мария. Она сказала сначала только ТСЖ и кооператив, потом сказала, может быть, региональный оператор. Я скажу вот так. Будет ли владельцем специального счета ТСЖ, будет ли владельцем спецсчета кооператив, будет ли региональный оператор, у них, согласно девятому разделу жилищного кодекса, абсолютно одинаковые права и обязанности. Они не имеют права на деньги, которые лежат на спецсчете. Они, в кавычках, номинальные владельцы. То есть только пришли в банк, расписались об открытии счета, заключили договор специального банковского счета. Деньги не их. Они тупо и там, и там, и ТСЖ, и региональный оператор должны выполнять приказы общего собрания. Председатель ТСЖ не может сказать, ну-ка, направлю-ка я средства со спецсчета куда-то. То есть главный игрок вообще этой системы это общим собранием на квартирном доме. И когда специальный счет открывается у регионального оператора, и когда специальный счет открывается товарищам собственников жилья. В любом случае деньги лежат в банке, владельцем номинально является ТСЖ или региональный оператор. Права абсолютно одинаковые. И регулированы они действительно безобразно. Потому что Мария вначале сказала, что основным планом был план А, спецсчет. Нет. Посмотрите первое чтение закона о введении поправок в жилищный кодекс. Там только одна административная модель регионального оператора. С огромным трудом удалось выбить вот эту альтернативную модель. Ее урегулировали для галочки. То есть она фактически действительно урегулирована только для того, чтобы кто-то там действительно хорошие активные дома понимали, что их деньги не пойдут в общак или в котел, а останутся у них. Но никаких преференций для того, чтобы действительно люди хранили деньги на спецсчетах, самостоятельно принимали решения, распоряжались, нет. Теперь по вопросам реализации. Вот просто оттенить, оттенить. При модели регионального оператора подрядчика выбирает региональный оператор. Финансирует региональный оператор. Принимает работы, акты подписывает. Контролирует работу регионального оператора. Да, сам себя. То есть он все делает за собственника. Рожденный субъектом федерации, его же контролирует субъект же федерации, жилинспекция своя же. То есть система очень несбалансированная и административно направлена. Чисто чиновничная модель. Да, да. При накоплении средств на капитальный ремонт на спецсчете, при любом способе управления, будь то непосредственно управление, управление управляющей организацией и ТСЖ, будет капитальный ремонт организовывать не региональный оператор, а та структура, которую управляет квартирным домом сегодня. Это очень важное отличие. Если у нас деньги лежат на спецсчете регионального оператора, а дом управляет управляющая организация, выполнять работы перед собственниками будет управляющей организацией. И надо вносить в договор управления Перечень работ, плату вносить Если собственники решат Давайте с вами уйдем на рекламу Послушаем с вами Вместе с радиослушателями рекламу Потом послушаем Павла, который уже давно ждет И хочет задать свой вопрос Реклама 99,6, телефон в студии 65,10, 99,6 Я ведущий Андрей Широков Гости Шилина Мария И Гордеев Дмитрий Обсуждаем тему капитальный ремонт многоквартирных домов Павел, первая линия, слушаем вас Спасибо, что у вас терпение такое хорошее Не дождался Павел все-таки Так и не дождался Задать вопрос Гостям студии и ведущему Но мы продолжаем обсуждать Значит, у нас получается, что Главный в доме все-таки по принятию всех решений Это получается Собственник на общем собрании Многоквартирного дома, так Мария? Да, абсолютно верно Но у нас получается, что и двумя третями надо решение принять По капитальному ремонту, да? А не фантастика ли это, а? Мария Дмитриев Что двумя третями Это сложно Это сложно Но здесь нужно менять подход к проведению общих собраний Мы об этом говорим давно То есть мы уже начали новый подход к капитальному ремонту И заговорили опять о принятии решений на собрании Но вы посмотрите У нас базовый инструмент сферы ЖКХ И базовый инструмент в многоквартирном доме Это общее собрание собственников Все ключевые решения должны приниматься через него Это как в КПСС было в комсомоле, да? Главный руководящий орган это собрание, да? Или конференция Надо было сначала внести поправки в ЖКХ Действительно Упростить процедуры проведения общего собрания Потом давать людям два месяца, чтобы и принять решение, и реализовать его Ну мало, два месяца это нереально Здесь нужно минимум полгода давать людям Как мы хотим, чтобы за два месяца люди приняли решение по капитальному ремонту Если они до этого ни разу в своей жизни не участвовали в общем собрании по обычным текущим вопросам Это нереально А как это можно оценить, когда дают два месяца, заведомо нереальные Значит, знать, что люди не смогут принять решение И все деньги пойдут Автоматом муниципалитет принимает решение, и все деньги пойдут в региональный район Коллеги, ну есть уже решение о продлении этого срока Слава богу, логика возобладала Еще до конца не принята Государственная Дума Я знаю, что вы попробовали Сегодня приняли, да? Приняли, да Я не знаю, должны были принять Нормально, там полгода срок, это вполне адекватное время Ну, скорее всего, сегодня приняли Я просто не успел отследить Или четыре, или шесть месяцев Ну, это лучше, чем два, но все равно тоже мало С учетом, да, текущей ситуации вообще с общими собраниями 5-7% жителей участвуют в общих собраниях Вообще, вот, если рассуждать о российском законодательстве в жилищной сфере Давайте с вами поговорим об этом Мне кажется, что перед тем, как принимать новые решения и новые схемы По проведению капитального ремонта многоквартирных домов и аккумулирования средств Нужно в первую очередь было проанализировать 161-ю статью Жилищного кодекса Российской Федерации То есть, это механизмы управления многоквартирным домом Да, формы, какие существуют Все-таки здесь подумать И нужно было, конечно, поменять схему принятия решения Многоквартирном доме по капитальному ремонту И вообще по всем другим решениям Просто ее упростить Упростить каким-то образом Причем мы это обсуждали же На многих заседаниях экспортной группы открытого правительства Российской Федерации Где мы говорили Давайте совершенно новые формы Рассматривать, как принимать в многоквартирном доме решения Две трети Это практически невозможно Здесь полка о двух концах Можно, конечно, и уменьшить количество Но тогда уменьшается вероятность платежей Я вот, например, в понедельник зашел на Фейсбук И читаю в разных городах, где принимается решение о размере взноса Что люди говорят, платить не будем Почему? Вот такие же разговоры, как нам задавал первый вопрос Сергей Вот платили 20 лет за капремонт Где наши деньги и так далее При такой позиции, конечно Я хочу просто объяснить телезрителям Радиослушателям Я понимаю, что привычка есть и к телевизору Большое прощение Что необходимо будет Если они не примут решение То все запасные аэродромы Все запасные соломки уже написаны в кодексе И все решения вместо них С большой, наверное, радостью примут муниципалитеты И деньги пойдут региональному оператору Поэтому есть небольшой шанс У домов, в которых есть советы домов работающие Активы Где есть правление ТСЖ хорошо работающие Напрячься, подготовиться к собранию Я надеюсь, что все-таки срок увеличится с двух месяцев Но провести все-таки эти собрания Принять необходимые решения Для того, чтобы деньги не пошли в котел Это очень большое зло Потому что вынуть оттуда деньги Будет достаточно трудно Это раз И потом сама система Вот этого общего котла Она настраивает людей на пассивность Вот если я вам говорил сначала Концепция блок-кодекса Активные собственники Которые принимают решения на собраниях То девятый раздел написан Исходя из концепции Что все собственники Пассивные Безграмотные Безинициативные И за них И за них Будет хорошо принимать решение Муниципалитет Вы только платите А мы ваши деньги направим по программе Туда, куда надо Хорошо, Мария Провели капитальный ремонт дома Что дальше? Хороший вопрос Но я понимаю, к чему вы ведете Я могу за вас порассуждать Но мне хочется услышать от вас ответ Что дальше? Я понимаю, к чему вы ведете Состояние квартиры Он там все равно ремонт будет делать Он будет ее под себя оформлять А состояние того дома В котором находится эта квартира Состояние продомовой территории Наличие парковки Состояние инженерной коммунальной инфраструктуры Которая является общедомовой собственностью Состояние того же лифта Состояние окон в подъезде По идее Проведенный капитальный ремонт Должен означать увеличение стоимости Жилого помещения внутри этого дома Некой рыночной стоимости Рыночной стоимости То есть стоимости цены квадратного метра По которым я могу эту квартиру реализовать Ну а сейчас-то стоимость многоквартирного дома Общего имущества вообще существует? Ну конечно же нет Вы же это знаете лучше меня Я-то знаю Вот радиослушатели наши Не понимают до конца Что многоквартирный дом До сих пор не является объектом недвижимости И общее имущество Не имеет стоимости Поэтому вот те деньги Которые многие годы Затрачивал фонд реформирования ЖКХ Те вот все самые юковские 250 миллиардов Плюс деньги Которые шли как софинансирование От собственника И от субъектов Российской Федерации Они в конечном счете Не капитализировали дома-то Ну фактически нет Потому что они Де-факто их капитализировали А де-юре нигде это не отражено Ведь Не так ли, Дмитрий? Я думаю, что Придавать общему имуществу статус Общему Объекту недвижимости Или не придавать Вопрос уже решен В закон Регистрации прав на недвижие имущества Внесены поправки Они согласованы с поправками в гражданский кодекс И этого фактически в ближайшее обозрение То есть запущен процесс Не будет этого Наоборот установлен Была попытка Вот мы написали, например, законопроект Наш институт о некоммерческом найме Была попытка На момент, когда строится Наемный дом В котором все помещения Придлежат одному владельцу И он еще не заключил Ни одного договора найма Вот этот объект Как бы без квартир, так сказать Просто как дом Единым объектом Да, можно было его продать Как дом А потом уже новый собственник Там, например Да даже где же Зависают средства Которые мы затратили На дом Все очень просто Есть главная вещь Квартиры сегодня И принадлежность Общей имущества Но квартира это воздух Квартира это действительно Воздух между стенами Потолкового Общего имущества И вообще квартира Вещь виртуальная Хотя называется недвижимостью А то, где мы живем Стены, несущие конструкции Фундамент Крыша Коммуникации Это и есть общее имущество Это может быть Ну На первый раз Человеку, который слушает Наши передачи Или вообще не вникает Законодательного вопроса Трудно понять На самом деле Здесь простая конструкция И проблема не в этом Квартиры стоят Энное количество Миллионов рублей Воздух вот этот Но этому воздуху Этому объекту виртуальному За ним следом паровозом Идет общее имущество Доля в общее имущество Здесь проблемы нет И мы должны содержать Именно общее имущество Ведь мы же не платим Например за замену унитаза Когда мы платим за квартиру Это внутри квартиры Это да Люстра, шкаф Проблема нет для юриста Вот в чем дело Проблема нет для юриста А для большинства Подавляющего большинства Здесь нет вообще проблем Мария, но ведь у нас В основном Собственники многоквартирных домах Понимают Что вот это общая собственность Лифт Личная площадка Окна на личные площадки Крыша Подвал Земля вокруг дома Ну чаще всего она не межована И к дому еще не прибавлена Это все Ответственность и собственность Публичной власти Конечно Прошли те времена Когда люди говорили Да не прошли Дмитрий Не прошли Можно я закончу мысль Пожалуйста Когда был принят только закон о приватизации И ни слова не говорилось об общей имуществе Тогда говорили Квартира моя А дом муниципальный И действительно Дома висели на балансе В хозяйственном ведении В оперативном управлении И так далее Эти времена прошли Нет никакого баланса В хозяйственном ведении В оперативном управлении Все это общая собственность И вы правильно сказали Андрей Вячеславович Она принадлежит одновременно И муниципалитету Если у нее 10% Как он И всем вместе Вот есть коллектив собственников Один коллектив Есть одно общее имущество И одно общее бремя Которое разделяется на проценты Которые следуют каждой квартире Вот и все Крышу пилить на кусочки Или ступеньки на лестницах Никто не будет Давайте Евгения послушаем первой линии Евгений говорите Здравствуйте Меня Евгений зовут Я из Москвы Да Хочу поделиться своим опытом Я вот недавно пытался в своем доме Провести общее собрание собственников Для того чтобы вынести На это общее собрание Вопросы По перезванию Управляющей компании И выбору членов Совета дома Так И что у вас получилось? Получилось у меня следующее Я там потратил на это Свое время И деньги На общее собрание Очное Пришел один человек Прислать древняя вообще Бабушка За очное не проголосовал Вообще никто Вот Из своего опыта могу Сказать следующее Что люди вообще не понимают Что на них лежит ответственность За их собственность Да Даже собственники Вот которые не Являются Те кто уже купил квартиру Те кто купил Или приватизировал Да У нас есть линия Приватизировал Купил Евгений Я вас полностью могу поддержать Вот я вот допустим Как ведущий Да И сказать вам Что даже в домах Где люди купили За многие Многие Миллионы Квартины В новых домах Они все равно Не могут Принять решение Собравшись вместе Не только на очное Но и на заочное Да Дмитрий Вы хотели Да я хотел сказать И это происходит В Москве Где практически Не проводились Конкурсы В случае Не принятия решения На общем собрании По выбору Я думаю мы По управлению По управлению Многоквартирными домами В Москве Как нибудь Отдельную передачу Проведем Потому что я думаю Всей России Будет интересным Потому что Москва Отказывается От накопительной системы Да полностью По капитальному ремонту Москва идет Своим путем Создание Значит бюджетных Учреждений По управлению Многоквартирными домами И мы еще Вот Мария Я хочу темку Быстренько затронуть Мы начинаем заканчивать У нас очень мало Времени Мария Но ведь должны быть Договорные отношения С собственниками На капитальный ремонт Для того чтобы Деньги с него снимать Кто эти договора Должен быть договор Между держателем Спецсчета И банком Если мы говорим О спецсчете А если региональный оператор То договорных отношений Никаких В общем то Не предусмотрено Ну здравствуй Собственник Нет там по платежу По моему По платежу Там есть договор О финансировании Капитального ремонта Да Но что сказано Что если собственник Начал Платить Платить То собственно Признается Что он Договор Ну признал То есть он его не видел Конечно Это обычные конклюдентные действия Конечно Но смотрите Смотрите О чем можно в договоре договариваться Размер взноса Минимальный Установлен Региональный оператор Обязан принимать взносы Установлено Перечень работ В программе Год ремонта В программе О чем я могу договариваться Это договор Полная фикция А если я его заключу Но это заложено В жилищное законодательство Конечно Тут у меня вопрос Допустим Я заключил договор С региональным оператором Теперь возникает вопрос Он будет передо мной Какие-то обязанности выполнять Потому что это требование закона Прямое Или потому что он заключил договор У меня ответа нет Это просто Лишнее абсолютно Образование Вот этот договор Он никому не нужен Он нужен только для чего Для того чтобы Государство никто не обвинил То что государство ввело Фактически квазиналог У нас типа Типа В кавычках Договорные отношения Какие они договорные Когда все предписано Жестко в законе Никаких договорных отношений нет Никто ни с кем не будет договариваться Попробуй я в свое мнение высказать А я хочу там взнос Не 6 рублей А 5.50 Да и изменить часть договора Это же абсурдно Больше можно и меньше нельзя С носом Там же принцип какой Что больше пожалуйста устанавливайте Меньше ни в коем случае А то мы речь О чем договариваться А если договариваться больше Извините я не с региональным Буду оператором договариваться А с своими коллегами Собственниками Давайте ребята Чтобы больше накопить Взнос на рубль больше Давайте чуть-чуть Подводить уже итог нашей передачи Потому что час очень быстро пролетел Значит сухой остаток такой Что региональные власти Должны принять соответствующее законодательство Должны разработать все связанное С региональным оператором Деньгами капитального ремонта Должны создать программу Капитального ремонта Аж на 30 лет вперед Надо понимать Что все старые дома И все новые дома Одинаково начинают платить С квадрата метра Общего имущества В этой фонде По одинаковой цене Или на спецсчета По одинаковой цене Надо понимать Что кто первый попадает Тот уж точно будет отремонтирован А кто попадает На 30-25 лет вперед Как повезет Надо понимать Что более дешевые дома Быстрее отремонтируются Более дорогие дома Может денег не хватить И в конце Я вам такие Несколько близ вопросов Марии и Дмитрия Там распределяете Давайте Дмитрий будем начинать Как вы думаете Какой процент собираемости Будет этих средств В региональные фонды Я думаю Первый год Будет в районе 50-70 процентов В лучшем случае На 70 процентов У меня был ответ 70 процентов 70 процентов Запомним Через год На эту тему поговорим Наверняка Почему слабо работает реклама Реклама с федерального Регионального уровня По новой схеме Потому что Я думаю Потому что Все уже прописано И нет смысла Для государства Что-то объяснять людям Потому что Будет заработать Запасной вариант Региональный оператор Когда Собственник полностью Поймет Что все-таки Весь дом его Я думаю Раньше Чем надо будет Доставать револьвер И точно Стрелять в эту тему Да Поймет конечно Когда все будет Вот эта Модель Когда начнет сыпаться Она достаточно Имеет Большую пирамидальность Вот тогда и поймет В эфире была Программа Револьвер Рассуждали мы На тему Капитальным ремонт Магоквартирных домов Я понимаю Что мы все с вами Не успели И не все наверное Понял наш слушателей Ведущий программы Андрей Широков В гостях Марина Шилина И Дмитрий Гордеев Спасибо